Сама арка, собственно, она выполнена, это как точная копия арки начала 20 века, плюс вот фонари как бы выполнены тоже в историческом стиле. Задача стояла максимально соблюсти историческую точность и почтить память героев, рассказывает об одном из проектов победителей конкурса на сопках Манчжурии архитектор Петр Панин. Над воплощением идеи трудилась целая команда профессионалов под руководством заслуженного архитектора России Алексея Панина. По задумке в парке должна появиться девятиметровая арка, ограду которой украсит георгиевские кресты, а на ступенях установит танцующую пару. Илья Шатров в свое время был знаком с самарской девушкой, и у них был роман, и тема такая, что он приглашает ее на танец, и как раз под аккомпанемент ретро-берс. На суд жюри конкурса скульпторы представили 22 работы. У каждого автора свое видение, каким должен быть монумент, увековечивающий первое исполнение знаменитого вальса на сопках Манчжурии, которое состоялось в Самаре более ста лет назад. Эта музыка посвящена героям русско-японской войны. Установить памятник планируют в Струковском саду, где впервые и прозвучало музыкальное произведение. Имена авторов проектов были скрыты. Каждой работе присваивали свой номер. Оценивало идеи жюри, архитекторы, скульпторы и музыканты. Определить финалистов было непросто. Это был один из самых интересных и одновременно сложных конкурсов профессиональных. Почему? Потому что задача была поставлена достаточно широко. И возобладало основное отношение к данной теме, что решение должно быть все-таки в большей степени контекстуальным. Почему? Потому что это история нашего города, история архитектурная, история, как мы видим, и музыкальная. Окончательное решение будет принято с учетом мнений горожан. Общественное голосование по проектам финалистов начнется 3 августа. Познакомиться с работами все желающие смогут на выставке в Доме архитектора. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.